Продолжение темы. Сейчас в Тюмени в порядок приводят подходы к школам. Речь о тротуарах, разметках на проезжей части. Все работы должны успеть выполнить к первому сентября. Подробности у Николая Смирнова. Песок, сверху щебень, затем асфальт. Такой слоёный пирог обеспечит долгий срок жизни пешеходной дорожки. А чтобы её не затапливало дождями, уровень тротуара значительно подняли над дорогой. Мы сейчас находимся на объекте возле образовательного учреждения номер 60, Полагунова. Здесь порядка 150 метров обновляется полностью тротуар. Делается шириной 2,25, как положено, чтобы школьникам было удобно пройти. И эти работы закончены будут к первому сентября. Кроме 60-й, тротуары в Восточном округе делают ещё у трёх школ. 63-й, 65-й и 68-й. Объекты для ремонта выбирались по степени износа пешеходных дорожек. Кроме непосредственно пешеходной зоны, подрядчик оборудует парковочные места, обновит разметку на проезжей части и установит новое освещение. В приоритете сейчас, именно в этот период, я думаю, все понимают, почему тротуары. Тротуары, особенно те, которые максимально приближены к учебным заведениям, к нашим школам. Потому что 1 сентября мы рассчитываем, что уже если даже большой какой-то комплексный проект благоустройства не будет полностью завершён, то хотя бы тротуары, которые в него входят, по которым дети могут пойти в школу 1 сентября, они обязательно должны быть сделаны. Всего в этом году в Тюмени запланировано отремонтировать около 12,5 километров пешеходных дорожек. Большая часть из них проходит именно возле учебных заведений. Немаловажно, что все работы по благоустройству проводятся комплексным подходом. Например, здесь у школы сейчас ремонтируют более 600 метров пешеходной дорожки. Они соединятся с капитально ремонтируемым двором по улице Широтной, 39. И всё это замыкается прудом школьным, на котором сейчас также ведутся работы по благоустройству. После которых и школьники, и жители могут прийти на пруд и покормить уток. До начала учебного года осталось 10 дней. И рабочие стараются уложиться в сроки. Николай Смирнов, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.